Гарантированно заплатят восьмизначный гонорар. Саиди Альваресом, что ты готовишь? Боец? Тогда присоединяйся на канал Акта-Гоншоп. Мы находимся в лагере Муэльтай на Пхукете. И вот такие прекрасные бойцы здесь тренируются, проводят тренировочные лагеря, как Тимофей Настюхин. Привет, Тимофей. Тебе предстоит бой с Аиди Альваресом в рамках Grand Prix One Championship. Расскажи нам поподробнее, как тебе достался такой бой? Рад ли ты этому бою? То, что организация согласна проводить Grand Prix, я это узнал очень давно. Там они анонсировали 8 бойцов легкого дивизиона, которые будут драться. В этом Grand Prix принимал участие Эдди Альварес, плюс еще 7 спортсменов. Я там был. То есть и менеджер мне звонит, говорит, вот именно тебя выбрали для первого боя с Эдди. Что ты скажешь, как ты думаешь? А что мне тут говорить? Ну, от таких боев просто нельзя отказываться. То есть мне выпал такой шанс, можно сказать, кто-то всю жизнь бьется, бьется, ему наоборот, обрубают концы и не дают бой с такими топами. А мне наоборот дали первый бой и как раз у них был лучший чемпион у Делата, лучший чемпион у UFC. То есть от таких боев вообще просто нельзя отказываться. Я с радостью принял этот вызов. Скажи, знаешь ли ты, какой будет гонорар у Эдди и намного ли он больше, чем у тебя? В торгусти ли ты, знаешь, как многие бойцы с этой организации? Нет. Организация просто дала понять, что этот бой будет по контракту. То есть такой контракт у нас есть, по контракту не больше, не меньше. Ну, у Эдди я слышал, что и в соцсетях, и много где это все общается, что у него восьмизначный гонорар будет. Мне сказали, что у меня будет бой, как у тебя есть контракт, только по контракту больше не будет. Что получает вообще в принципе победитель? Какой приз на кону? Победитель будет оспаривать пояс с чемпионом данной лиги. Все, и такого не будет, как вот эти вот прям 5 миллион долларов. Да, да, да. Больше ничего не будет, вот только пояс стоит на кону, и все. Даже не пояс, а возможность биться за пояс. Возможность биться за пояс. Да, сейчас, в данный момент в этой организации чемпион Эдуард Фалаянг, которого я выигрывал в самом дебютном бою на каутах. Вот сейчас он там чемпион, и как раз вот 31 марта в Токио турнир, где я буду драться с Эдди, он будет драться с Шиней Аокипа. Вот, завтра, пояс, от организации. Вот, кто из них выиграет, останется чемпионом, вот, и та восьмерка, которая сейчас идет, победитель этой восьмерки будет биться с чемпионом этой пары. Подскажите, мне нравится вообще в этой организации? Почему нет? Я в ней уже, можно сказать, так, приличное время нахожусь давно. Сейчас она выходит на такой, на новый уровень. Сейчас она подписывает топовых бойцов с Америки. Сейчас она вышла на американский рынок. Там у них вот эти вот продажи на американский рынок вышли. Сейчас я слышал, что в России на силу ТВ будет план чемпионшит. И, соответственно, здесь они готовы платить, они готовы платить больше, чем в нашей лиге. Поэтому пока меня все расстраивает. Подскажи, вот, после крайнего своего боя ты какие-то вынес, какой-то урок вынес, и к чему ты готовишься с Сей? Крайний бой прошел, так сказать. Не запланирован. Просто там, ну, удар вылетел туда, куда нужно. Лаки панч, ничего больше. Каких-то именно выводов делать с этого боя... С этого боя, как бы, не... Ты бы не стал. Ничего не сделаешь, так сказать. Закончился достаточно быстро и достаточно неожиданно. И для меня, и для многих. Поэтому мы просто пережили этот момент и идем дальше. А с Эйди Альваресом, что ты готовишь, что ты опасаешься? Да, у меня есть уже... Есть уже свои планы обои, есть наметки, заготовки, как с ним нужно работать, именно, что от него нужно ждать. Опасаться нужно, во-первых, его опыта, во-вторых, его мощи. Он очень сильный, физически крепкий, боец. Вот, ну, опять же, берем в другую сторону. Его возраст возрастной он уже. Плюс он тоже уже не раз бывал в нокаутах. Плюс сама вот эта, как сказать, мотивация к боям. То есть ему уже гарантированно заплатят такой гонорар. То есть ему неважно, выиграет он, не выиграет. Уже нет такого чувства голода, как, допустим, было раньше, когда он шел к чемпионству на Беллатере, когда он шел к чемпионству на Юйси. Поэтому, я думаю, в любом бою есть шансы, и мы будем на такой же. Молодец. Мофей, мы желаем тебе удачи, в любом случае, команда «Октагон» шелк с тобой. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok